всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня я хочу показать вам как связать вот такую вот повязочку называется эта повязочка салоха с каждым годом она становится только все популярнее и популярнее пользуется она у спросом как у маленьких принцесс также и у их мам вот так вот замечательно она выглядит повязочку в данном мастер-классе я вязала на обхват головы 51 53 сантиметра вот так вот она в развернутом виде выглядит завязывается она очень легко продев один кончик другой и так приступим непосредственно процессу для вязания повязочки салохи нам понадобится три спицы две двумя мы будем вязать а там на третью нужно будет переснять петельки сантиметровая лента чтобы измерить ее длину и ниточки я не знаю точно сколько еще уйдет расход одного хватит или придется от второго добавлять так что взяла два ниточки у меня это стопроцентная мериносовая шерсть extra fine доломите от экофила вот этим вот ниткам нету предела моему восторгу скажем так ниточка новая она очень плотная объемная на ощупь просто нереальная заказала я их первый раз кто еще не пробовал от души всем советую не пожалеете останетесь довольны как слоны и так приступим к вязанию повязки на спице нам нужно набрать 4 петли набираем обычным классическим способом один два три четыре первый ряд мы вяжем следующим образом первую петельку мы снимаем дальше делаем накид 2 петель провязываем лицевыми делаем опять накид и последнюю вяжем изнаночной петелькой второй ряд мы провязываем все петельки лицевыми только первую снимаем как кромочной не провязанной следующую вяжем лицевой за заднюю стенку чтобы не образовалась дырочки дальше 2 лицевые опять лицевая за заднюю стенку и последний изнаночная переворачиваем вязание третий ряд хромочную мы снимаем дальше делаем накид вяжем 1 2 3 4 петельки лицевыми делаем накид и последним провязываем изнаночную переворачиваем четвертый ряд кромочную снимаем накид который был провязываем лицевой за заднюю стенку дальше вяжем 4 лицевых 1 2 3 4 дальше лицевой вяжем вот этот накид за заднюю стенку и последняя кромочная изнаночная переворачиваем вязание кромочным мы снимаем делаем накид вяжем лицевыми 1 2 3 4 5 6 делаем накид и последняя кромочная изнаночной переворачиваем кромочную снимаем накид вяжем за заднюю стенку лицевой дальше вяжем лицевыми петельками и последнюю кромочную тоже из лицевой за заднюю стенку и изнаночная таким образом мы вяжем до до тех пор пока на нас на спицах не будет 20 петель то есть прибавки после 1 кромочной и перед последней делаем накидами через ряд и так встретимся когда на спицах у нас будет 20 петелек я провязала ну при сделала все убавки только я сделала не 20 петелек а 22 так скорее всего ширина будет лучше и теперь просто по рисунку то есть не по рисунку просто лицевыми рядами лицевыми петельками нигде ничего не прибавляя провязываем 7 рядочков ну последнюю кромочную мы будем вязать также изнаночной петелькой первую снимать не забываем про это таким образом все вяжем 7 рядов в высоту и провязала 7 лицевых рядочков то есть платочной вязкой смотрите вот это у нас будет у повязки и солохи вот этот кончик который торчит вот он потом вот такой будет если вы хотите вот этот вот кончик там который бантик получается побольше чтобы он был то лицевой гладью вот здесь вот вы можете провязать не 7 а 9 11 13 рядов как душе угодно теперь смотрите что мы делаем нам ну у нас здесь 22 петли нам нужно чтобы у нас 11 петелек снялось на рабочую спицу и 11 на дополнительную для этого мы одну петельку снимаем на рабочую спицу следующую на дополнительную вот вот так вот видите дальше опять на рабочую следующую на дополнительную и так чередуя через одну все петельки снимаем а чтобы на рабочие на дополнительных спицах у нас получилось по 11 петелек все у нас получается вот таким вот образом и теперь мы на рабочие спицы будем провязывать рядочки провязать высоту нам нужно где-то 14 рядов вяжем точно также платочной вязкой то есть все петельки вяжем лицевыми так давайте где-то 14 рядов я провязала 14 рядочков теперь нам нужно сделать то же самое за дополнить ну провязать также 14 рядов только на дополнительные спицы для этого нам нужно взять второй моточек или вытащить ниточку вот я не знаю вытащится середина наплевать возьмем новый моточек и присоединим ниточку от него все кончик нашла и вяжем также лицевыми кромочную снимаем все петельки вяжем лицевыми последнюю изнаночной честно и высоту 14 рядов все я провязала на обоих спицах по 14 рядочков и теперь нам нужно все петельки переснять на одну спицу первой петелькой пойдет петелька с рабочей спицы не с дополнительная с рабочая то есть с того клубочка вот где первая петелька от основного клубка не вот так вот чередуем петелька с рабочей петелька с дополнительной спицы все я все петельки пересняла и теперь продал продолжаем вязать также по рисунку кромочную снимаем все петельки лицевыми эту ниточку сейчас я чуть попозже отстригу и вязать мы будем на ту высоту которая нам нужно я сейчас провяжу ее посчитаю сколько рядочков и скажу сколько нужно сантиметров то есть мы вяжем ширину нашей повязки до 2 вот этого вот кончика вот я соединил эти петли на одну рабочую спицу провязала пару рядочков чтобы вам показать как получается вот это вот получается тут дырочка куда мы второй кончик будем засовывать чтобы она держалась и вот тут пошло расширение на лицевой сторонке все очень аккуратно вот здесь вот немножечко видите так петельки под растянулись а может быть надо было поплотнее вязать на такой стороны вроде старалась может быть она так и должно и но этого все равно не будет видать с лицевой стороны все аккуратненько и всем вяжем теперь лицевыми рядами рядочками я провязала необходимую мне длину сейчас я смотрю сколько ну вот если вот от этого как мы соединили все петельки на одну ниточку вот у меня 33 сантиметра при вязании меряйте на головку себе или вашему ребенку для к смотря для кого вы вяжете потому что платочная вязка очень хорошо тянется вот смотрите как и и по вот это вот повязка должна быть находиться на головке в растянутом виде когда она и сваливаться не будет и платочная вязка смотрится намного намного красивее так давайте вязать дальше после того как вы провязали платочной вязкой необходимую вам длину повязки вам нужен нам нужно вот эту вот теперь штучку опять петельку сделать для этого мы опять разделяем петли на рабочую и дополнительную спицы по 1 1 пойдет на рабочую 2 на дополнительную и таким образом разделяем все петельки и на каждой спице у нас получится их по 11 все разделили и теперь так же как мы вязали в начале на каждой спице нужно провязать по 14 рядочков лицевой гладью сначала на рабочие спицы проверки провяжите 14 рядов потом присоедините дополнительную ниточку со второго клубочка я ее вот здесь вот отстригла кончик спрятала вот мой моточек его присоединю когда буду вязать петельки с дополнительной спицы и так вяжем на обоих спицах по 14 рядочков и встретимся когда будет все провязано все я провязала по 14 рядочков на обоих спицах теперь вот эту ниточку с дополнительной на дополнительные спицы мы обрезаем потом спрячем кончик чтобы она нам не мешала когда будете обрезать точным проверить от того клубочка вы отрезаете или нет и теперь возвращаемся петельки на одну рабочую спицу первой петлю пойдет петелька с рабочей ниточкой 2 3 4 на петлях ой на спице должно быть опять 22 петельки после того как перенесете все проверьте нигде ли не убежала петелька все перенесла и теперь нам нужно будет провязать там 7 9 11 кто сколько рядочков вязала вот здесь вот когда мы вязали просто по рисунку после прибавок мы вязали 9 рядочков просто лицевыми петлями и сейчас провязываем столько же а потом мы будем делать убавки у нашей повязочки в эти провяжем 9 литочков и потом как делать убавки я вам покажу все я провязала лицевой гладью и теперь мы будем делать убавки смотрите каким образом бабки будем делать также как и прибавки через ряд первую кромочную мы снимаем дальше 2 петель и провязываем вместе лицевой за переднюю стенку вот так здесь поправляйте чтобы ниточки не двигались не торчали дальше вяжем лицевыми петлями до последних трех петель и все мы провязали вот эти вот две петельки мы также провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку кромочным провязываем изнаночной переворачиваем наше вязание второй ряд нам нужно просто провязать лицевыми петельками без всяких убавок чередовать первый второй ряд то есть ряд с убавками и ряд без убавок мы будем до тех пор пока у нас на спице не останется 4 петли так второй ряд провязали третий ряд третий ряд у нас идет с убавкой еще разочек повторю кромочную петельку снимаем 2 петельки следующий то есть 2 3 провязываем вместе лицевой за переднюю стенку ниточки поправьте чтобы краешек был аккуратный дальше вяжем лицевыми до последних трех петель вот дальше вот эти две опять сокращаем вяжем вместе лицевой за переднюю стенку и последняя кромочной изнаночной переворачиваем вяжем просто лицевыми все продолжаем так вязать до тех пор пока на спице не останется 4 петельки все я все бабочки сделала вот у меня на спицах осталось 4 петельки теперь их нужно закрыть закрою обычным способом все обрежу ниточку сейчас эту ниточку я спрячу и в принципе все повязочка готова закрывается она одну часть нужно нам продеть в колечко вот в это кольцо образовавшиеся другой части вытащить кончики и все наша повязочка готова так вот она выглядит кончики я сейчас прячу если видео вам понравилось не забудьте поставить лайк для меня это очень важно это как благодарность моей работе тому что я делаю также не забывайте подписываться на канал чтобы не пропустить все самое интересное всем пока пока пока